Приветствую вас, Юрина. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, первое, что я хочу обратить ваше внимание на то, что психологи не занимаются лечением. Вообще, психолог не тот, кто лечит. Первое. Второе. Вы не больны. У вас нет болезни. У вас есть психологическое состояние. Негативное, тяжелое. Но это психологическое состояние не болезнь. У него есть феноменология. У него есть структура. У него есть этимология. И если последнее не так важно, то первые два, первые два, очень даже важны первые два фактора. Итак, чувство стыда, чувство вины связано с добавленным, как правило, гневом. С тем, что вы привыкли против своей воли, против своего желания уступать другим людям. И придача большого значения мелким вещам начинается, как это не парадоксально, может быть, звучит, с обесценивания того, что вам важно. Ну, то есть вы говорите, что вот, я придаю большое значение мелким вещам. Но если вы придаете большое значение к чему-то, это уже не мелкие вещи, это уже большие значимые вещи. В первую очередь, мне кажется, нужно научиться признавать, что что-то меня беспокоит. Так вот, что-то для меня важно, что-то для меня значимо ценно, болезненно, дискомфортно, тяжело, неудобно. Вот. И от этого уже плясать, от этого уже двигаться дальше. Это, наверное, это самое главное, потому что все остальное, то, что вы описываете, это уже как бы следствие. Не признавая того, что вам важно, не выражая то, что вам важно во взаимодействии с другим человеком, с другими людьми. Вы ищите компенсации за это в других вещах. Ну, в других вещах, в других позициях, в других эпизодах своей жизни. Неважно. И в итоге получается то, что случилось у вас. Я думаю, что вам хочется в глубине души, хочется внимания к себе. Думаю, что вам в глубине души хочется быть значимой, хочется признания у людей. Мне кажется, что вы чувствуете себя незначимой. И мне кажется, что иногда вы находите утешение в том, что находитесь, например, под защитой своего мужа. Вы находитесь в определенной защищенности, в определенной такой коробочке, когда со всех сторон вы защищены. Но мне кажется, что в глубине души вы знаете, что способен на большее вот стыд. Ваш стыд – это как раз про это. Это гнев, это обида, который вы себе правило давили. Естественно, это не связано в какой-то, в какой-то степени это не связано с тем событием, например, которое произошло. Это связано немножко с другими. Но есть важный нюанс. Вы хотите это вылечить. Вы хотите от этого избавиться. Вы хотите избавиться от собственной обиды, от собственного гнева, от собственной злости. Но это то, что делает вас с собой, пока еще не полностью вытеснено из вашей психики. Мне думается, что моя задача как психотерапевта – помочь вам заметить эти стороны вашей личности, которые, мне кажется, вы пытаетесь убрать в себя, сделать в себя максимально удобной, максимально беспроблемной, неконфликтной. Ну, в том числе, потому что конфликт бывает, вероятно. Вот. Моя задача в том, чтобы привнести это в вашу реальность. И тогда вы, оказавшись в гармонии, оказавшись в балансе, сейчас вы не в балансе находитесь, потому что сейчас вас в основном волнует вот внешние объекты, вот. Внешний фактор – люди применяют дела, там и так далее, но не вы сами. Так, моя задача – обратить ваш взгляд на вас, на вас саму. Вот. И спросить себя, спросить себя, а во мне самой что мне интересно? Что мне нравится во мне самой? Что мне интересно во мне самой? Что вызывает в меня вдохновение? Что вызывает в меня, наоборот, отражение? Что мне неприятно? Что мне не нравится? От чего бы я хотел держаться подальше? Понимаете, если вы посмотрите на свою жизнь сейчас, ну, я рискну предположить, я могу ошибаться, но я рискну предположить, что любимую долю того, что вас волнует, находится во мне. Люди, мнения, какие-то вещи и так далее. Но это не вы сами. Про себя вы забываете. И единственное, что напоминает вам о себе сейчас – это и есть стыд, который вы испытываете. Стыд, чувство вины, они иногда идут вместе. Иногда это практически одно и то же, но все же немножко рано. Вот. Понятно. Да? О чем я говорю? А в этом вы хотите избавиться. Для меня это звучит как предательство себя. Вы предаете себя. И вы, как это не прозвучит странно, вы двигаетесь к решению своих проблем, к разрешению своих конфликтов, пытаясь вылечить и избавиться от чувства стыда, там, вины и так далее. Наоборот, вы двигаетесь к усилению. И, напротив, признание того, что вам что-то важно, экстраполяция этого в вашу психологическую, каждодневную реальность, признание чувства стыда, проживание чувства стыда и вины, и вины, и вины, обладывание их и вместе с ним других своих чувств позволит вам лучше давать себе отчет в том, что с вами происходит, и приносить это в реальную жизнь, в реальный мир, в вашу собственную реальность, в контакт с другими людьми, во взаимодействии с другими людьми. Ну, например, ваш муж, который, с одной стороны, ругает вас за то, что вы покупаете два продукта по полной стоимости, а с другой стороны, выбрасывающий чек. Эта позиция, вроде бы, и обычная. И она и есть обычная, в том смысле, что для мужей это естественно. Ну, естественно, только потому, что вы, на мой взгляд, не отстаиваете, не соблюдаете, не отшерчиваете свои личные границы. Вы просто на них выступаете, вы просто на них не обращаете внимания, но они есть. И там, где вы не обращаете на них внимания, появляется другой человек, а не вы. И в итоге получается так, что вас, вас в контакте с другими людьми становится все меньше, меньше и меньше. И кажется, как будто требования других людей, чем больше вы стараетесь им угодить, чем больше вы стараетесь быть удобнее, полезнее и прочее, требования растут, растут и растут и растут. Так бывает всегда. Я сейчас не буду уходить в причины этого, это не столь важно. Важно немножко другое, что наступая на свои границы, наступая на свои желания, в конкретные моменты вы транслируете людям мысль, что с вами так можно. Но в то же время вы жертвуете собой. И повторюсь, моя задача как психотерапевта – помочь вам не жертвовать собой. Помочь вам вот из этого, из этих состояний, из состояний придавания большого значения мелочам в кавычках и состояния стыда и вины. Извлечь для себя энергию, потенциал для развития. И наша жизнь не станет проще, она станет сложнее, но в ней вы будете более живой, более настоящей. В ней вы будете более счастливой, точнее, вы в ней будете счастливой. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ даст вам пищу для размышлений. Я очень надеюсь, что вы сформируете обратную связь на основании вот того, что услышали и переварив то, что услышали и прочитали. И эта обратная связь станет началом вашей продуктивной работы над собой вместе со специалистом, которого вы выберете. Всего вам самого доброго и удачи!